Я хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня собрался вместе с нами. Благодарю вас за оказанное внимание. Давайте познакомимся. Меня зовут Анастасия Голодаева. Я архивный исследователь, специалист по коммерческой генеалогии. Также я интересуюсь тикрополистикой. И вот почему. Вообще очень актуально, что именно у нас такой с вами фестиваль семейной истории. Потому что второе дело, семейное дело всей моей жизни, это связано с ритуальной компанией. Наша компания называется «Память предков». И мы занимаемся не только ритуальным услугам полного спектра, но также поиском захоронений, ее благоустройством и уже дальнейшей оцифровкой кладбищ. Как раз об этом я сегодня и хотела поговорить. Итак, конечно же, мы, когда сталкиваемся в работе по изучению, по поиску наших предков, по составлению родословной, мы понимаем, что кладбище является одним из важных источников поиска информации и не только о людях, о родных, которых нас покинули, об умерших людях, но и также поиску живых уже потомков, близких родственников. Каким образом это бывает? Вы знаете, в свое время, когда я работаю уже больше 10 лет именно с ритуальной сферой и сферой по некрополистике, да, тут я сделала небольшую ремарку, чтобы мы понимали, что некрополистика — это все-таки вспомогательная историческая наука, но объектом ее изучения является кладбище некрополи. Их описание, изучение и самое главное — сохранение. Да, срок кладбища — 100 лет жизни кладбища, объективно, да. Но если мы говорим о сроке захоронения, я видела такие, знаете, позитивные прогнозы — 50 лет. Но так как мы сами работаем с поиском захоронений на кладбище, их таких, как Казачий, допустим, Шепелевская, да, и так далее, сейчас их нет. Даже если мы говорим, да, о кладбищах более современных, это Старокировское кладбище, кладбище Новоровского, да, кто-то мог перенести прах по желанию, да, допустим, на Новокировское кладбище. Там сейчас есть захоронения, я покажу их чуть позже, 47-го года, да, но это, как правило, единицы. Все остальные люди знают, что их предки именно родословные, да, их начало рода похоронены там, и они помнят о них, но принести цветы, допустим, да, там, или почтить их память практически невозможно. Давайте вспомним о репрессированных, да, в любом случае Омск. Тоже есть вот такой момент в истории, который, конечно, мы хотели бы забыть, но это факты. Может быть, кто-то из краеведов знает, что у нас в городе Тара есть всеизвестная улица, да, 11-я рабочая в свое время, там при установке каких-то всевозможных, да, там, по-моему, тянули провода, там было обнаружено большое захоронение людей, и оно было обнаружено на территории жилых домов. И до сих пор, насколько я знаю, по-моему, там не установлено никакого памятного знака, и люди, которые приезжают из других городов, они не могут прийти и даже возложить цветы. Ну, во первую очередь, да, это цифровка, индексация кладбищ. Эта идея посетила нас, Омскую область, сравнительно недавно, но я работала с нашими коллегами, да, это именно историками, генеалогами, которые занимаются уже давно этим процессом. Представители компании «Память предков» занимаются это абсолютно на бесплатных началах, и делаем это абсолютно только своими силами, но при этом мы всегда говорим о том, что вполне есть возможность также всем желающим, да, написать нам, рассказать о тех кладбищах, которые, допустим, уже на грани вымирания. Я сама работаю с такими кладбищами, в Павлическом районе есть кладбище моих предков, там осталось пять захоронений, ну, те, где можно памятник, допустим, идентифицировать захораниваемым с человеком. Я буду благодарна, если вы обратитесь к нам и расскажете о своих семейных захоронениях, где можно, допустим, нам будет провести цифровку. Да, да, все верно. Вот у нас такого, к сожалению, сейчас нет. Вот как раз представлены фотографии. Это Новокировское кладбище, первый участок захоронения 1947 года. И что самое интересное, там же есть захоронения, и перенесенные, видимо, со Старокировского до 1942 года. Вот я недавно узнала, что моя прабабушка похоронена была на Старокировском в 18-м году по метрическим книгам, я нашла запись о смерти. И, конечно же, мне тоже бы хотело, чтобы я могла прийти и где-то помянуть, либо оставить какой-то памятный знак о том, что мои предки также были похоронены там. Чтобы можно было сразу ознакомиться, программа эта мировая. Там зарегистрировано большое количество захоронений по всему миру, Африка, Америка и так далее. Очень интересно, что можно пройти и в поисковой строке набрать уже кого-то, если у вас есть близкие похоронены. Здесь можно поискать по фамилии, также можно поискать по кладбище, открыть интернативную карту и посмотреть тех кладбища, которые на данный момент оцифрованы. Они будут гореть желтеньким, будет показано, сколько человек оцифровано, ну и кто занимался этим. Есть также альтернативная программа, наша уже российского, и она называется Корбинком. Наверное, вы слышали о ней. Специальное приложение возможно установить, программа Сталкер называется, да, и там есть всевозможные предложения также для тех, для волонтеров, кто этим занимается. Здесь также можно внести вазу данных и бесплатно получить информацию, если в ваше кладбище, где похоронены ваши близкие, было в свое время оцифровано. Произошла с праправнучками этой женщины. Благодаря поискам мы нашли могилу. Могилу мы нашли сами лично, вместе с наследницами, да. Уискали мы зимой на Старосеверном кладбище. Кто там бывал, знает примерно, да, это Ирина Лаврентьевна покинула этот мир в 58-м году. Захоронению 65 лет. За захоронением, к сожалению, по тем или иным причинам ухода не было. И когда мы обнаружили захоронение, там было совершенно пустое место, там была стихийная свалка, где лежали другие венки и так далее. И когда мы весной приехали ставить уже поклонный крест на могилу, оказалось, что там буквально мы вынесли 8 мешков мусора. Сейчас благодаря стараниям наследников, наследниц этой женщины уже поставлен поклонный крест памятный, да. Мы возлагаем цветы. И что самое волшебное, как я вам уже говорила о том, что благодаря вот такому поиску возможно найти не только данные об умерших, но и найти близких потомков Лаврентьевны, да. И по QR-коду, если вы наведете, вы можете посмотреть, попасть уже на ее персональную страничку памяти. Сделано это было самостоятельно с самой правнучкой Александрой Серемент. Она взяла фамилию своей прапрабабушки, поменяла фамилию. Для нее это очень важный момент жизненный в этом году случился. И если вы перейдете на сайт, то вы сможете понять, сколько документов собрали эти девушки, и сколько работы было проведено именно поиску рода Серементов в Омской области, в Тобольской губернии, потому что это род сильных поляков 1860-х годов. Сейчас информация, в принципе, мы работали с польскими архивами. Информация известна до начала 18 века. И я считаю, что такой пример, он должен зажигать в нас идеи о создании так называемого цифрового кладбища. Каждый может создать такую, в принципе, страницу на топлинг и может сделать какую-то еще больше памяти для своих предков. В Омской области тоже выйдет, может быть, даже в разряд ведущих областей, кто занимается цифровкой и именно уже созданием всевозможных памятных страниц. Я также хочу напомнить, что это может сделать каждый человек, закачав программы определенные, да, либо написав нам и сориентировав, да, там какое кладбище вам было бы интереснее, да. В первую очередь мы составляем определенный уже рейтинг кладбищ и занимаемся дальнейшей цифровкой. Ну, в принципе, спасибо вам большое за внимание. Я еще также оставлю наши контакты, вы можете посмотреть. Мы занимаемся как поиском могил, так и дальнейшим благоустройством и уже полностью весь генеалогический спектр услуг по поисковой также есть возможность у нас. И Александра сейчас занимается дизайном, созданием такого рода страниц. Пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда рады, всегда на связи. Еще раз благодарим приглашению на данный фестиваль. Спасибо большое за внимание.